Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Беларусь! У меня первый вопрос. Наши зрители вас как людей не сильно знают, но знают вашу музыку. Как вы появились? Как группа мы создались в далеком 2011 году. Мы вообще родом из маленького города в Поднестровье, который называется город Рыбница. Там мы познакомились в вокальной студии. И там наши желания и мечты сошлись в одну единственную, вот эту дорогу, в которой до сих пор идем вместе. Что сыграло самую ключевую роль в вашей истории? Наверное, все-таки это была «Новая волна». Я пишу своей ручкой на твоей ручке телефон. Новая волна дала нам другой уровень. Новые знакомства и легендарное, и значимое для нас знакомство с нашим другом и наставником Филиппом Бенросовичем Киркоровым. Поддерживаете связь с королем? Конечно. Мы регулярно с ним переписываемся. Мы поздравляем друг друга с праздниками, с днями рождения. Иногда бываем в гостях. В этом году вы приезжали на Славянский базар и исполняли композицию Евгения Оленника. Расскажите вот про ваше знакомство. Как оно состоялось? Интересный ли был опыт работы с таким матерым композитором в нашей стране? Нам поступило предложение в рамках фестиваля «Славянский базар» поучаствовать в творческом вечере группы «Аура». Мы, честно признаюсь, до того момента не знали, кто такое группа «Аура», что поют. Мы знали только о Евгении Оленнике, потому что он сочнил песню для молдавской певицы Нелли Чабано. Она исполнила песню «Ту юбири юбири», и эта песня стала большим хитом у нас в Молдове. И мы знали, что есть такие авторы в Беларуси, но никогда не были с ними знакомы. И когда нам предложили участвовать в концерте, мы до сих пор не понимали, что этот автор именно тот, который написал эту песню. И только когда получили список песен для того, чтобы выбрать две песни для того, чтобы исполнить в этом концерте, мы увидели в списках песню «Ту юбири юбири», только переименованную на русский язык. И мы, конечно, решили спеть именно ее и плюс еще одну песню. А нам очень приятно, что после «Славянского базара» мы выставили видео, мы исполнили песню группы «Ауры», и эта песня буквально за несколько дней набрала миллион просмотров в ютубе. Это очень круто. Вот что значит творчество безграничное. «Славянский базар» — это всегда такой бешеный ритм, его выступали чуть ли не в каждом концерте. В принципе, как у нас и бывает обычно со звездами. Что вам понравилось больше всего, что было трудно? Может быть, вы как-то трудно переживаете поздние концерты? Да нет, для нас это все отлично. Вообще «Славянский базар» — это праздник, и мы получили удовольствие. И от зрителя, как они воспринимали наше выступление, и вообще от происходящего. И не важно, чтобы... Я, например, лично переживала, что вот концерт, который «Золотые хиты», который идет ночью, что людей не будет, так кто придет. А оказался полный зам. Это один из самых рейтинговых концертов. Да, для меня тоже было странно. Именно концерт «Золотой хит», потому что понятно, когда молодежь отдыхает в клубе в 2 часа ночи, это нормально. А когда ты видишь не только молодежь в зале, и зал полный, для меня это было очень большим удивлением. А когда еще весь зал подпевает тебе и стоя, стоя аплодирует, это высшая награда для артиста. Скажите, это же сложно, наверное, для трио, тем более не просто там каждый куплет спел припет в трехголосе написать песню. Как вы работаете с авторами? Вы заказываете что-то, как предложение вам поступает? Последняя песня, да, в которой осталась премьера, это первый раз мы работали по заказу с автором. До этого мы писали песню сами. Ее зовут Алена Роксис, которая написала нам эту песню. Она сумела нас прочувствовать, и буквально, мне кажется, вот сразу, когда мы получили демо-вариант этой песни, не было никаких вопросов, кто где будет петь, как-то это все было понятно. И, слава богу, у нас пока не было таких проблем. И можно сказать еще, что мы готовим еще несколько песен, и примеры состоятся буквально через три недели, и будет новый сингл, новый сингл. Поэтому следите за нашими соцсетями, у нас еще будет очень много песен.